Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если боишься ядовитых змей. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрач и Энтони, и сегодня у нас новые погони в Лего Сити. Привет всем, господа хорошие! Что ж, ребят, вы очень много просили раз снять еще раз серию с черной мамбы, поэтому, ребята, сегодня у нас будут настоящие баталии в Лего Сити. И защитники на танках будут стараться убить вот этого просто мега-черного здорового монстра. Вы только посмотрите на ее глазки, вроде такие безобидные, вроде она ничего не делает, а потом как херак тебе в лицо и плюнула ядом. Посмотрим, как она будет плевать сегодня в танк и сможет ли танк расслоить ее, а вот это будет интересно. Короче, ребята, погони обещают быть зрелищными, потому что змея очень длинная, и, в принципе, если танковый наш боец ее перехватит где-то в улице, то он может отстрелить кусочек или, может, даже всю, наверное, голову, хотел сказать. Но тут не голова, тут, в принципе, голова до хвоста, тут больше ничего нету. Ну, короче, главная задача защитника попасть в голову, тогда он 100% убивает змею. Да, ну и тем самым змея тоже может разочек попасть по танку, и, в принципе, он тоже потеряет все. Ну, как тебе сказать, попасть? Змея на охоте, как бы. И машинисты еще. Так, окей. Слушай, она довольно-таки быстрая, но за счет своих габаритов она себе хвост, короче, бьет об этот... об все, что можно. А, ну это хорошо. Пускай она бьет, пускай она разваливается, а мы будем ее искать. Пузико чешется. Кстати, я твой ник вижу, я перейду быстренько тогда. Давай, давай. Это что-то не камильфо. Ага, я увидел твой хвостик. Что, засал, да? Я видел, как там свалился. Нет, нет, нет. Пошел нахер оттуда. Нахер оттуда. О, здесь что-то валяется, слушай, от тебя нет. Ну да, это я говорю, это... Короче, змея на ходу сбрасывает старую чешую. Все нормально. Давай, давай, посмотрим. У нас сезон линьки. О-о-о. Что-то у меня колеса у самого отпадают. Нормально. Слушай, мы ооочень большие. И, кстати, у нее зеньки-то светятся в темноте, прикинь. Опачки, я твою жопу видел? Хорошо. Да ладно. Сейчас будет кусь, если доеду. Целым и невредимым, но это вряд ли бы. Господи, просто весь город в моей чешуе этой. Да ладно, ты это, ты только сзак не заезжай ко мне. Ну, это как получится, братан. Господи! Она такая длинная, я хотел ее восстановить, а она, короче, жопой своей залезла на забор. Все. Позволимся. Сейчас я попробую тебе в корму зайти, так сказать. Корму? Окей. Змея в корму, нормально. Змеяная корма, хэштег. Это надо запомнить. Так, это где? Где, где? В городе. Ёпа мать. Это что было сейчас? Я не знаю. Я слышал только, что упало здание, и змея сразу направляется в эпицент разрыва. В смысле здания упала? Не знаю, что там сделал. Я вообще просто на ровном месте взорвался. Что за херня? А, ёп. Засал кнопку самоуничтожения. Так, я завист, я не могу ничего делать здесь. Господи. А где ты вообще? А вот только что-то упало. А, нихера там ты все домики там положил, алё. Алё, я вообще не там был. Ты чё? У тебя похоже... Ты посмотри, где у меня мусор, и где дома упали. У тебя стресс, братан, я знаю. Это слишком большая чёрная мамба, я понимаю тебя. Что произошло сейчас вообще? Так, ну чё ты где? Блин, змея приехала, тебя уже нету, ага. Да. Выходите, алё. Антоха выйдет? Антохи нету. Опачки, вот он, Антоха. Антоха сейчас кусь будет. Сейчас будь... Эй. Ёпа мать, ты чё творишь? Ай! Больно! Больно! Привет, змейка! Господи, он просто нас, смотри, отхерачил полтуловища. Ладно, змея стала, в принципе, в этом плане полегче. Да, она теперь маленький ужик. Маленький ужик, да. Маленький ужик, где ты? Где ты, маленький ужик, господи? Чё я перевернулся-то, какого хрена? Господи, здравствуйте. Я даже свой хвост не могу откусить, ты понимаешь? У неё слишком высоко этот находится. Язык. Да ладно. Я теперь больше на гусеницу похож, если честно. Так вот и я про это. Капец, у тебя здесь валяется твоих деталюшечек, а? Так я чё я говорю? Я, короче, понял, у меня, как бы, кожа не осталась верхней вот этой, остался только этот, ну, каркас змеи. Он похож реально на змею такую, знаешь, деревянная детская игрушка такая есть на колёсиках. Капец, я тут не могу проехать. Господи, что происходит? О, ты сзади, я понял. Мы выждали этот момент, чтобы кусь сделать. Чтобы сделать кусь. Это тебе за мой хвост. Так это я вообще сам себя убил, подожди. А, нет. В смысле нет? У меня было написано, Энтони убил, Энтони. Ну, ты взорвался. Попал-то я в тебя. Я не знаю, как это работает. Я мог попасть, если я за зданием был. Я не знаю. Я сейчас подожду, когда тело змеи зажарится до конца и съеб его. И вырастет большой и сильный черный вамбой опять. Всё нормально, да. Удивляет, конечно, как всегда, Брик. Ну да, ничего нового, физика, форевер, все дела. Вот такой вот уже, короче, вот такая первая погоня. Пишите в комментариях, что думаете. А сейчас мы поменяемся ролями. Ну что ж, ребята. Бой не на жизнь, а на смерть. Потому что перед нами стоит просто задача уничтожить монстра, который сейчас водится в Лего Сити. Это очень сложно будет. Это будет вообще невозможно. У меня там экипаж просто в шоке, наверное. Он представляет, что его ждёт, но он не представляет, каких габаритов на самом деле змея. Не, он не представляет. Он ещё не встречался с нашей змейкой. Господи, у меня колёса отваливаются. Вот это вот вязко, на самом деле. Это очень вязко, брат. А змея, знаешь что? Она ещё сквозь стены видит. Ни хера себе. И она чувствует, что где-то поблизости есть соперничек. Солярой пахнет? Солярой воняет. Ёпа мать! Солярой воняет, говорю. А ты что такой быстрый, алё? Ну что? Типочек. Что с тобой делать будем-то, а? Ёпа мать! Убить, убить змеюку! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Господи, я, кстати... Крати, господи, я тебе всю бошку вскрыл! Пошёл ты! Господи, это было неожиданно. Ты посмотри на мой танк, у меня просто по три колёсика осталось с всех сторон. Я не знаю, у тебя куча колёс у меня стоит. Ну, это с одной стороны, с другой, посмотри. С другой, да, с другой немножко мы покоемся. Я просто увидел твою харю, выходящую из дома, то есть, где я проехал, и просто на развороте, тут как в Виндизеле, дрифтанул. Короче, давай-ка ещё раз, а то это было слишком быстро. Я так понял, что Ужик был голодный и просто где-то не стал тактически нападать. Да, это был не Ужик, это был другой Уж вообще. Другой Уж? Это маленький был. Сейчас большой вышел на охоту. Чёрный мамбёныш. Да, чёрный мамбёныш был, а сейчас ещё чернее мамбёныш. А сейчас мамка пришла. Мамка пришла. Лайк за мамку. Да. Лайк, если любишь свою мамку. Вот так правильно. Изи байт. Ух ты, нихера, у тебя хвостяра. Ты хорош, лыж, стрелять в него. Эй. Ну-ка, сейчас я тебе задам жара, подожди. Господи. Я лечу уже. Ой-ёй-ёй. Ай! Больно. Бо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Господи, хвостяра у тебя попал. На тебе ужик. Да хорош. Да как ты в прыжке-то попадаешь уже, а? Ну, я башнюю кручу, как бы. Брать его, боже я. Ну, не, ты мне так хорошо в жопу влепил. Вообще. У нас, по-моему, картинки разные с тобой вообще жесть. А, ну, может быть, может быть. Я не стреляю по нему, он летит просто. А еще и башню, как, как можно крутить башню, когда ты летишь, жопе? Ну, я как бы не летел. Может, змеясь все. У меня ты летел, у меня ты подпрыгнул прям. Змеясь все видит в других красках, наверное, я понял. Не, ну ты меня два раза хорошо попал. У меня прям вся жопа наизнанку. И плюс ты мне башню пробил. Ну, ИС-3 это ИС-3, слушай, а поэтому он как бы его и взял. Да. Ужик. Трофейный ужик. Точно. Что ж, ребят, вот такой вот быстрый заезд. Я думаю, что мы сделаем еще один. И сейчас Антоха возьмет какой-нибудь сильный танк, и мы попробуем с помощью ужика все-таки доколупаться до него. Да, это не точно. Да, поехали. Взяли мы дрель против змейки, поэтому сейчас будем ее просто уничтожать. Вот я уже начал здание, в принципе, уничтожать. Братан, я своими глазами вижу, как из твоей задницы исходят просто парящие горы, не знаю, огонь ада. Да, это я пухаю просто. Нихера себе, змея-то, кстати, вроде она, это же теплокровная, она вроде как этот. Видит. Кого? Как тело измечает тепло, что ли? Ёб твою мать! Что происходит? Просто здравствуйте, змея. Да ладно тебе. Здравствуйте, змея. Ребята, посмотрите, он просто разложил за три секунды. Как у вас дела, змея? Да. Эй, хорош, ты что делаешь? Ты нельзя так делать, ей? Ничего не знаю. Ты должна убегать, змея. Ну-ка, попробуй в задницу ее до головы расстрелять, нет? Да подожди, у меня она теперь не едет. Смотрите, ребят, я просто вот встал прямо, сейчас дрель будет стрелять чисто в жопу посередине. Ну что, Юрка, давай я тебе постреляю сейчас. Господи, это эпично. Эпично, это когда красиво. Да, у меня одна головка осталась. Головка. Вот эта, которая уже не осталась. Господи, ребят, я даже не знаю, это реально неравный бой. То есть у змеи есть шанс только один победить. И то, если она, этот, первая в бочину выйдет этой пушке. Ну да, то есть если она с одного раза меня убьет, вот. Она тебя убьет с одного раза, потому что ты взрываешься, ты этот взрывоопасный парень. Не, ну змея тоже опасная, конечно. Ну давай еще одно рандеву, вот так вот встретимся. Ну все, Юрка, я еду тебя искать. Ну, я как бы на полгорода, что искать меня ошибкой не надо. Сейчас я тебя найду, подожди. Сейчас я тебя найду и буду тебя убивать. Вот лишь бы убить бедного Ужика. Ужика. Ни хера себе Ужик, это большая мамба. Черная. Там ты мамба. Все мы любим мамбу. Что, не видел рекламу, что ли? Все мы любим мамбу. Папа, папа. Твою мать. И я люблю мамбу. Папа, папа. Мамба лучше всех. Мамба лучше всех. Господи. Короче, ребята, дрель это дрель. Да. Дрель это, ребятки, непобедимая дрель. Просто. Просто, наверное, концовка была самая эпичная из всех серий про Лего Змею, ребята. Поэтому, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И всем до скорой встречи. Пока-пока, ребятки. Пока, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok